Микс Ньюс По пятницам после шести вечера Всем привет, пятница в студии Радио Болтком, Елена Лукьянова Кюля Писпонин, звукорежиссер Родион Золотарев И с нами очень оптимистичная тема Впереди череда светлых праздников Рождество, Новый год, снова Рождество Но не все смогут почувствовать радостное предвкушение Удовольствие от этих дней Традиционно перед Новым годом У многих людей обостряется депрессия Тем не менее, даже самые образованные Знакомые с этой проблемой люди До сих пор не верят в эту тяжелую болезнь Как помочь себе и близким в депрессии Поговорим мы сегодня Опрос, который был опубликован на Радио Болтком По вашему мнению, депрессия это болезнь или настроение На данный момент мнения разделились То, что это болезнь считают 70% проголосовавших 30% считают, что это просто плохое настроение Обсудим это сегодня с нашими экспертами У нас на связи по скайпу Психолог, член управления Международной ассоциации психоанализа, бизнеса и организации Мария Шумихина Маша Машенька, здравствуйте Добрый вечер, Лена И Екатерина Киселева, клинический психолог Здравствуйте, Екатерина Добрый вечер, здравствуйте Телефон прямого эфира 672-12-939-672-13-939 Давайте поговорим на эту сложную, но очень важную тему Я так понимаю, что до сих пор, несмотря на достаточно серьезный бум в этом веке уже психологии как науки, психотерапии как не самое страшное для людей, которые могут обратиться к врачу Тем не менее, все равно эта болезнь еще стигматизирует И очень часто люди стесняются говорить о том, что у них депрессия То есть действительно, или не принимают это Или не понимают, что с ними происходит Маш, как ты считаешь, что на самом деле происходит в этой области? Мне кажется, как раз уже есть все-таки очень большой прогресс с тем, что люди начинают понимать И ваш опрос об этом свидетельствует, что люди начинают серьезно к этому относиться Многие слышали про статистику, про то, что в возрасте до 45 лет это один из самых значимых факторов ухудшения качества жизни Ну, то есть депрессивные расстройства, я не знаю, может быть, у меня коллега меня поправит, Екатерина А я как раз хотела бы обратить внимание, возможно, на такую растиражированность понятия депрессии Когда мы проявляем это слово и подразумеваем, ну, кто что И когда и в быту звучит, даже школьники, студенты, я не знаю, чуть ли не дети могут употреблять это слово И, может быть, как-то тут вот тоже какая-то есть загвоздка и в этом То есть провести границу какую-то, да? То есть все-таки есть и депрессия как болезнь и ощущение себя в некой депрессии Хотя это не болезненное состояние, как настроение, состояние Я вот, например, занимаюсь политикой, я считаю, что может быть политическая депрессия от безысходности Может быть погодная депрессия Вот мы сегодня шли, у нас тут мелкий дождь и очень серый, что какая-то пыль водяная стоит И люди начинают грустить от этого Есть границы? Мне кажется, очень красиво вы такие параллели провели Как раз и в политическом ракурсе, и в погодном, и в целом Конечно, я бы, может быть, даже рассматривала как симптом А уже болезнь это или какое-то проявление другого какого-то состояния Это, может быть, и специалист мог бы уже дальше помочь разобраться, дифференцировать То есть важно понять, когда бежать к специалисту, что должно быть? Ну, во-первых, насколько устойчиво это состояние Потому что вот если тема была, отчасти звучала про обострение перед Новым годом То это может быть совершенно даже не хроническое состояние А такой грустный и связанный с некоторыми социальными процессами Момент подведения итогов То есть он может быть грустным для кого-то А там связанный с большим количеством всяких процессов Типа опять, и опять Новый год Не успели глаза открыть, закрыть, порадоваться, летом попрыгать И опять следующий год и все мы стареем Так? Ну, кто-то беспокоится, что стареет Кто-то, ну, опять-таки В условиях развития всяких социальных сетей и так далее Очень легко активируется чувство собственной неудачи или бессилия Когда другие люди демонстрируют достижения И эти настроения тоже могут усиливаться именно перед Новым годом Когда идет какая-то волна там, ну, не знаю Торжественных, радостных заходов в этих же социальных сетях И тот, кто чувствует, что он как-то в этом году, может быть, хуже справлялся С какой-то, с какими-то своими планками С какими-то ожиданиями от себя, да То, в принципе, в этой ситуации логично ощущение неудачи И, может быть, как бы сошлением от того, каким был год Это обязательно связано с одиночеством, Маша Вот как бы считается, да, что очень часто усиливаются такие состояния депрессивные Когда-то у тебя перед тобой там, да, парад радостных фотографий Не факт, конечно, что за этими фотографиями действительно радость стоит, да Мы же не знаем, что там в каждой избушке, какие погремушки Но все считают нужным обязательно выложить себя радостного У елочки с подарками, ура, ура, Новый год пришел А потом вдруг бац, и 1 января, и, в общем, как бы Новый год пришел А осталось все ровно то же самое Вот это вот завышенное ожидание чуда, которое вот наше любимое состояние из детства Да, они не оправдываются очень часто Ну, зачастую, так скажем И ты просыпаешься 1 января, а у тебя все то же самое И опять, не знаю, не выплачен кредит Болит голова, поругался с женой Ну, или там, не знаю, или вообще одинок И непонятно, чем ты занимался весь этот год И, главное, следующий год будет ровно такой же Правда, в Новый год усиливаются такие настроения? Мы сейчас всех слушателей еще дополнительно загоним в это состояние депрессивное Нет, у нас такая прекрасная погода, Маша Мы не загоним и в депрессивное состояние Я бы сказала, что все-таки дело, конечно, не в одиночестве А дело в том, как человек вообще сейчас воспринимает свою жизнь И его чувство одиночества, может быть, не связано с его фактически Одиночеством или нет, есть у него пара или нет, есть у него близкие То есть очень часто, например, как раз перед праздниками Люди, которые находятся в отношениях, в близких отношениях Могут переживать тоже очень большое разочарование в этих отношениях Тоже в силу некоторой идеализации, которая сталкивается с суровой бытовой реальностью Это как один из факторов таких Ну, сами представляете себе Вообще в семейной терапии даже есть такое определенное наблюдение Что такие паттерны, как праздники, всякие ответственные мероприятия и так далее Они всегда повышают тревогу во взаимоотношениях И как только у людей повально меняется их привычный стиль жизни Например, как в ситуации с массовыми праздниками Их тревога обостряется Они начинают ждать от близких большей поддержки И часто ее не получают Потому что те сами находятся не в ресурсе И в итоге все могут подойти к этому празднику Если они не могут, не учитывают эти факторы сознательно С ощущением большого разочарования И несчастности, и обиды Катерина, а у вас в вашей истории Какие самые, так скажем, опасные вехи Для таких всплесков депрессивных у населения, у клиентов Это действительно в основном большие праздники, которые все ожидают? Или все-таки, как это вводится в анекдотах Осеннее или весеннее обострение? Да, действительно есть такая статистика И даже, так сказать, такая синусоида И ввод входит очень четко и ровно В какие-то такие моменты всплесков И мне тоже кажется, что я согласна с этой мыслью О том, что есть внешний мир и внутренний И внешний — это картинка какая-то Это, я не знаю, социальные сети Все улыбаются около елок Или какие-то там, я не знаю, какие-то подарки Все красиво, ярко и радостно Во внутреннем мире человек сталкивается с переживанием всего этого как-то иначе И так же это сложно как-то от себя сражение изолировать И на это уходит много сил, много внутренних сил душевных Которые как раз тоже в этот момент нужны И такая жизнь в ожидании праздника вот этого Жизнь в ожидании, в подготовке, в спешке, в спешке, в спешке Надо успеть там, тут, везде И подвести итоги, и все как-то купить Я не знаю, там, да, готовить Еще идеально сфотографироваться и выложить что-то куда-нибудь Как тоже такой галл И после этого можно идти спать быстро А потом, и все, такой выдох Мне вообще кажется, что если, в принципе, вот такой метафорой воспользоваться Как вдох и выдох, да, в жизни Вдох, выдох, международной паузой Вот эта спешка предновогодняя, предпраздничная Она какая-то жизнь на вдохе, на вдохе, на вдохе Настолько, что потом уже выдох только обессиленным происходит И никакой паузы, зазора для осмысления Для переживания, для контакта с самим собой С каким-то внутренним своим миром И практически нету возможности Вот считается, что есть люди подверженные депрессии Есть люди неподверженные депрессии Это действительно так? Или, ну там, да, кто-то, не знаю, более тонкой душевной организации Более нервный И этот выдох воспринимается более драматично А кто-то встал, тряхнулся, побежал дальше Или это тоже, опять же, поверхностное такое разделение людей? Ой, это очень-очень сложный, такой комплексный вопрос, наверное Потому что тут и генетика имеет значение И вот эта тонкая нервно-душевная организация Которая вполне может быть предопределена Устройством мозга просто Как и накопленным количеством травм И истощением И если какое-то тяжелое событие происходит Когда мы в хорошем ресурсе То мы можем найти силы, например, в себе справиться А если мы уже к нему подошли без какого-то ресурса С ощущением, может быть, выгорания, например То тут дополнительные стимули Депрессия может развиться Маша ушла в темноту А я не знаю, меня видно или нет А потому что я на крыше И у нас выключился свет Поскольку сейчас погода хорошая То есть такой фактор у меня в депрессе не забыл Вот Я бы добавила еще, что в современном мире Где очень много факторов стимуляции Поста по мелочи То есть на большое количество раздражителей Приходится реагировать То мозг легко все-таки может потерять свою устойчивость Мне кажется, как раз результат Эта увеличивающаяся статистика депрессивных случаев Можно я задам, может быть, глупый вопрос Поскольку я работаю с молодежью Я преподаватель И мне кажется, они другие Вот для нашего, допустим, поколения Трудно справиться с таким количеством задач С таким количеством информации Хотя тоже как кому Для них это все привычно, обычно И, по идее, они не должны тогда теряться в этом мире И получать депрессивное состояние Катя, как вы думаете? Ну, возможно, конечно Вот если мы смотрим какую-то историческую ленту И как социум живет Конечно, из поколения в поколение Есть какие-то особенности На которые реагируют люди помоложе Там есть то-то другое Восприятие вот этой гиперсимуляции Какой-то этих сетей и так далее Но у них будут какие-то свои, я думаю, слабые места То есть, наверное, не бывает такого Что они просто неподвижны В другом месте будет тонко Там, где сможет рваться Но я добавлю, что все-таки Как раз западные вузы Где там наблюдения идут массово И очень внимательно в хороших вузах Относится к психическим состояниям своих студентов Тревоги очень много По поводу людей Которые сейчас ведут интеллектуальную деятельность Преимущественно Ну, то есть, соответственно, и студентов И академической среды И так далее, да То есть, потому что Раньше такого уровня тревожных расстройств Там, где позитивных расстройств Все-таки не видели Маш, не видели и не фиксировали Не было вот такой Тотального контроля таких исследований Ведь тоже такое может быть Что тревожные расстройства были Но не так к ним было привлечено внимание Тоже возможно, конечно Ну, то есть, та же самая, не знаю Безноватая женщина, да Или там какой-нибудь Илья Муромец, который лежит на печи 30 лет Может быть, у него депрессия просто была Это Емеля, Емеля лежал А, или Муромец тоже Здравствуйте Емеля ездил А, ездил А, ездил Емуромец лежал То есть, мы можем предположить, что у них была клиническая депрессия А потом они встали и пошли Ну, не обязательно, в принципе То есть, почему может быть уход от активной роли жизненной Ну, если знаете Есть такое, например, в семейных отношениях Может быть разделение на гиперфункционального и гипофункционального партнера И если кто-то берет на себя очень активно Какое-то большое количество функций Это второе, не зачем шевелиться В общем, он легко может уйти в такое полурастительное существование Будучи совершенно здоровым Будучи совершенно здоровым И считать ли это депрессией Это требует, ну, как бы, более внимательного изучения А вот, как только гипофункциональный партнер Начинает передавать часть функций Отказываясь их выполнять Тут гипофункциональный партнер может восстановиться Это просто для размышлений Да, и, собственно, об инструментах распознавания О помощи при депрессии Или просто при плохом настроении Мы поговорим буквально через пару минут Не переключайтесь Что такое депрессия? Болезнь или настроение? Обсуждаем это с экспертами С нами по скайпу Мария Шумихина Психолог, член правления Международной ассоциации психоанализа бизнес-организаций И клинический психолог Екатерина Киселева Естественно, Лена Лукьянова, Киоли Писпанин Говорим мы о том, что такое депрессия, как ее распознать Нужно ли ее лечить, куда бежать и что вообще делать Нужно ли просить помощи Или нужно спрятаться в раковину и тихонечко выйти на Луну Я вот, кстати, хочу сказать, что мне очень понравилась Однажды увиденная картинка Кто-то из моих френдов в фейсбук-ленте запостил картинку Которую раздавали в начальной школе детям В первых классах начальной школы детям Но я забыла, в какой-то европейской стране Или в Америке, или в какой-то европейской стране И вот эта вот картинка Она такими пиктограммами От 1 до 10 по шкале Изображала настроение ребенка И ребенок должен был выбрать вот из этих рожиц Какая рожица соответствует его сегодняшнему настроению Естественно, эти настроения там варьировались От очень хорошего до красной зоны Внимание, депрессия, нужно срочно что-то делать Мне кажется, это может быть и правильно Учить ребенка понимать свое настроение Это, наверное, очень важно для того, чтобы он просто Не просто там, да, у нас обычно же как Ну, срывается человек на ком-то И тут мы понимаем А, наверное, у него плохое настроение Может быть, он даже сам этого не понимает Так тоже бывает Так что-то нарявкал, натявкал в магазине там Или еще в каком-то месте И ты вроде бы как со стороны думаешь Ой, черт, наверное, у парня там или у девушки плохой день Не буду на него обижаться Как вы, девочки, думаете Правильно детей обучать с самого детства Понимать себя, слушать себя Понимать свое настроение Да, конечно, безусловно То есть это попытка рефлексии Взгляд на себя Но в зависимости, конечно, от Я про взрослый возраст уже скажу В зависимости от глубины и остроты состояния Знаете, как при гриппе, например Только когда уже потихонечку отпускает температура И охорадка, и все Только тогда понимаешь, насколько было плохо Вот глубину и тяжесть Тоже самостоятельно сложно распознать А кто может распознать? Только доктор может помочь? Ну, звоночки есть все равно Это я, наверное, скорее именно про вот Густоту ситуации, да Насколько там все плохо Но, в принципе, главный, наверное, симптом Ну, тяжело Тяжело жить Медленные мысли Тело вечно уставшее Вот настроение постоянно сниженное Раздраженность То есть, ну, вот этого всего очень много Но когда оно такое Не очень острое, а ровненькое такое Идет полосочкой Без каких-то всплесков Оно становится уже привычным И депрессия бывает разная Бывает, так сказать, улыбающаяся депрессия Маскируемая и так далее Конечно, поэтому и взгляд на себя Как учат вот с дрожицами И, конечно, взгляд со стороны нужен Очень-очень А если не заметить или не пойти к доктору Чем это, может быть, кончится? Ну, тут бывают случаи, когда человек все-таки может как-то сам восстановиться Но не так часто Не то, что не так часто Ну, то есть, ну, это единичный, может быть, этот случай Но очень часто это оборачивается И это может означать серьезные последствия для всей жизни Плюс социальные связи, которые имеют для нас огромное значение Они в период депрессии разрушаются Они находятся в огромной зоне риска просто И просто потому, что если человек не способен давать информацию о том, что с ним происходит Люди также не способны давать ему поддержку Они как бы не получают от него запроса А при депрессии очень трудно давать запрос на поддержку И люди начинают также чувствовать себя как бы отчужденно И постепенно удаляются от того, кто на самом деле очень глубоко страдает внутри И, в общем, это такой важный симптом Что если в какой-то момент вы считаете, например, что кто-то перестал с вами общаться Потому что вы ему больше не нужны Что, в принципе, часто такое нормальное когнитивное искажение А вы проверьте Потому что, возможно, дело не в том, что вы человеку не нужны А в том, что он настолько ушел в себя, что он плохо справляется за суть Вот я добавлю еще два симптома Мне кажется, очень важных Которые помогают все-таки идентифицировать у себя это состояние Первое – это то, в каком состоянии человек просыпается по утрам То есть, если он чувствует безнадежность Вот сразу, как он просыпается Это, скорее всего, депрессия с 90% вероятностью Если речь идет не о состоянии острова горя Состояние острова горя – это другое И второй симптом очень важный – это то, что человек перестанет чувствовать Довольствие от человека, то, что называется анкедония Этот симптом, он как бы не совсем обязательный Но если он есть, то это тоже абсолютное показание при обращении к врачу А мы сейчас буквально через секунду поговорим о том, что делать при обращении к врачу А пока давайте послушаем звоночки Алло, говорите, пожалуйста, в эфире Добрый вечер Здрасте Мне 74 года У меня мигрень всю жизнь И вот я помню, нам внушали, что мигрень работает лень Депрессия – это все притворство На стройку, землю пахать, тогда все пройдет И вот сейчас у многих до сих пор сохранилось вот это мнение И больные, они тоже чувствуют себя какими-то ущербными Спасибо Вот это, кстати, действительно очень серьезная проблема Очень часто люди боятся говорить о том, что у них действительно серьезная проблема Даже если они сами себе могли поставить диагноз депрессия Ну или что-то около Просто потому, что, ну как бы все вокруг и рядом говорят Ой, слушай, ну хватит валяться, встань и иди Соберись тряпка Все пройдет Не знаю, что там Вода камень точит И тому подобные благопошлости Вот как с этим справляться Когда у тебя нет такой вот поддержки близкого душевного человека Который принимает себя вместе с этой болезнью И пытается тебе помочь Как выкарабкаться? Это такой непростой вопрос Потому что я бы в первую очередь думала А вдруг есть хоть кто-то, кто будет понять и принять И если у вас только такие отношения, в которых люди как бы отвергают То, что вам, ну факт, что вам может быть плохо Да, то я сочувствую в этом моменте Очень желательно вот все-таки найти хоть какой-то вариант поддержки Но, к счастью, все-таки в большинстве государств есть хотя бы какие-то службы Да, где вы можете, обратившись куда-то Какие-то бесплатные ситуации Обратившись и рассказав о том, что с вами происходит Вам подтвердят, что с вами что-то не так Что-то требует, что не требует решения Да, то есть, чтобы вы не чувствовали себя неадекватно Кто-то должен легитимизировать то, что с вами происходит И подтвердить, что вам непросто Маша, а в Латвии есть такие бесплатные службы поддержки? Или они только платные? Насколько я знаю, в Латвии существуют Я точно не знаю, как именно можно сюда обратиться Но, во-первых, точно совершенно семейный врач может быть в таком времени Ну, то есть, это в рамках бесплатного или полубесплатного обращения Там как-то оно по квотам, да Я понимаю, что также с квотами не очень легко Но есть организации, которые занимаются психологической помощью Я не могу, к сожалению, сейчас дать какие-то ссылки оперативные Но это несложно найти все-таки при желании Давайте послушаем еще звоночек Алеша, здравствуйте Добрый вечер Здравствуйте А у меня вот такой вопрос Значит, когда нам государственные чины все время уничижительные Такие там оккупанты, нелояльные, русскоговорящие Хоть мы говорим на многих языках Я, например, прекрасно на латышском говорю Может, не так прекрасно, как я считаю Но все-таки Вот это, понимаете, такую чувствуешь депрессивную струнку, да Вот как это можно изменить? Ведь же на нашем науне эти парни делают все это И вот как общество это ощущает? Или я это выдумала? Спасибо Спасибо Это прекрасный вопрос Он такой вообще про... Сейчас в мире очень много... Про политическую депрессию Стараются обращать внимание на... Есть такая концепция про изменение уровней мировосприятия И вот сейчас во многих странах меняется отношение... Ну, меняется система ценностей, да И меняется отношение к человеку в государстве Или там человеку в организации Это ровно то, о чем я все время говорю И тут, конечно, еще общество Немножко должно тоже дорастать до этого И не везде это может легко даваться Учитывая всякие травматические истории Но, безусловно, демонстрация отвержения Кем-то сверху Власть ли это Или это начальство Или это Школьное руководство Или университетское Или, ну, кто бы то ни было Отвержение Это очень серьезный фактор Вызывающий депрессивную реакцию Это нам устроено Практически биологически На отвержение все реагируют грустью И переживаниями И даже если вы посмотрите На ваших домашних животных Вы можете даже у них увидеть эти реакции Это непросто И если в какой-то момент Власть начнет думать об этом Более ответственно Я надеюсь, что будет меняться Если мы сможем, как психологи Что-то для этого сделать Мы будем начинать Катя, скажите, пожалуйста А вот в вашей практике Как часто люди, сами понимая Приходят к вам за помощью Или их кто-то посылает Приводит за ручку Ну, бывает по-разному Но вот я немножко вернусь К контексту социальному Такому и государственному Ну, к социальному скорее Очень важный процесс, мне кажется Происходит хотя бы Что об этом начинают говорить То есть вообще, в принципе Люди могут заявлять о чём-то О своём состоянии Как с ними в этом состоянии Обходят сообщества Наверное, это как Пострадовую депрессию Например, сейчас много об этом Наконец-то признали, да Да, по крайней мере, я вижу В ленте много этого Много женщин об этом говорящих И в воле социуму приходится признавать Что да, это есть И это легитимизирует происходящее Женщины Это позволяет ей обратиться За помощью И мне кажется Сигматизация Которая накладывает Какой-то печаток на человека Какой-то его ненормальности Она чуть-чуть снижается Да, это действительно очень важно И вот тот вопрос Который задала слушательница Он очень тоже важен Потому что Пока государство не осознает Что таким образом И таким своим поведением Она приводит часть Своего населения Своих граждан Депрессивным состоянием Будет нарастать Непонимание Будет Я как юрист скажу Будет усиливаться Не исполнение законов Не будет расти рейтинг И доверие к государственной власти Все это очень плохие процессы И не зря же, наверное В каждом государстве Каждый год измеряется Индекс счастья Ну да И индекс депрессии Как другой конец этой шкалы Индекс счастья Совсем не так давно Начал измеряться И люди еще даже Не могут до конца осознать Что такое для них счастье На самом деле Счастливы они или нет Поэтому я бы этой выборке До конца не доверял Еще нет культуры Ощущения счастья Ну мы ее вырабатываем Слава Богу Давайте послушаем еще Дозвонившихся Алло, здравствуйте Добрый вечер, Олег Ну, вообще-то Депрессия Я считаю, что это Просто такое Психологическое состояние Человека Которое не может В большинстве Случае решить Свои проблемы Да В том числе Может быть и материальные И личные И так далее Да А по поводу Например Вот предыдущего Звонящего Да Я скажу так Я в принципе Латыш Да Потому что корни у меня Из Латвии Да Вот И Но русскоязычные Да Вот 30 лет Да Чтобы не войти В такое состояние Депрессивное По поводу Там Окупант И так далее Я в принципе Окупант Я это осознаю Да Как меня Назовают Да Но У меня есть принцип Такой Понимаете Жизненный Да Вот не дождетесь И вот 30 лет Да Никакой депрессии По этому поводу Не искупят И В мере своих возможностей С этим борюсь В этом же обществе Да В частности Вот на митинг вчера ходил Да Хотя Часть населения Я не осознает этого Да Что надо сходить Правда Так что А еще один Такой маленький вопрос Вот Психологическое состояние Депрессии Вот когда лечат Медикаментами Не кажется ли вам Что это не выход Из положения Потому что После Того Так Прекращается Так сказать Лечение Медикаментами Человек возвращается Опять В такое же состояние Спасибо за вопрос Кто Екатерина Хотите Екатерина Вы ответьте Давайте я Хорошо Давайте Если Медикаментами Возвращаются Возвращаются Если 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 реактивная Депрессия Что Как реакция То Ну Когда Это депрессия То это все-таки Только Медикаментозные В основном Да Не вот эти Советы Соберись Возьми лыжи Пойди 10 километров Пройди пешком И Сходи В солярий Позагорай на солнышке Тебе не хватает Витамина D Ну У меня Знаете Такой всегда Например Когда болит зуб Ну Не думай ты об этом Да Иди на ус Покатайся Да И там Сам себе Его вылечи То есть Когда депрессию Я лечу себе сам Да Потому что Ты сделал Сам Конечно То есть Когда Это уже Невозможно С этим быть Конечно Это сильно Влияет на Качество жизни И ощущение Внутреннего Мироощущения Ну Я добавлю Что Физиология Мозга Она меняется Меняется Объем Полосатого тела Например При депрессии И По международным Исследованиям Все-таки Лучше всего Работает Сочетание Медикаментозного Лечения И психотерапии Но психотерапия Глобально Дает Более устойчивый Результат И более Пролонгированный А лекарства Действительно Просто Хотя бы Дают силы На эти изменения Но Чем раньше Депрессия Проявлялась Чем сложнее Было Детство Юношеские Годы Психологические Тем прогноз Осложнен Скажем так И Лечение Может затянуться Давайте послушаем Подождите А вот наш слушатель Сказал Что он борется С Таким Психологической Подавленностью Путем Активного Образа Жизни Да Это помогает? Да Вообще Активная Жизненная Позиция Это очень Хороший Антидот Если Вы Находитесь В состоянии Что вы можете Попасть в депрессию Или можете Выбрать Активное Движение Во всем И если Вы его Выбираете К вам Возвращается То что Называется Пихо Эйдженси В русском Нету Такого Точного Определения Но это Такое Понятие Авторства В своей Жизни И когда Оно Повышает Наше Самоуважение То Это Хорошая Самоподдержка И Хорошо Помогает Справляться С Какими То Если Нет Тяжелой Депрессии То Это Очень Хорошее Упражнение Скажем так С нами На связи Говорите Пожалуйста Алло День Добрый Здрасте Что касается Депрессии Депрессия Это Активация Парасимпатической Нервной Системы И Самая Частая Причина Или Основной Триггер Активация Парасимпатической Нервной Системы Это Компрессия Буждающего Нерва Нервосфокуса И Это В принципе Лечится Ну А что Касается Работа Психологов Тоже Наверное Существенно Но Самая Частая Причина Это Все-таки Компрессия Нервная Плуждающего Нерва Спасибо Как вам Такое мнение Уважаемые Господа Психологи Пока Из Того Что Я знаю Про Неробиологию Это Некоторые Скажем так Неожиданные Согласны Для меня Депрессия Депрессия Разных Зон Мозга При Сильных Стресс Факторах То есть Я бы Говорила Что Психологически Значим То есть Если Мозг Начинает Быстрее Реагировать На стрессы Больше Чем На Получение Сделан Какого-то Маш Совсем Пропало Что-то Катя А вы Как Считаете Мне Кажется Что Я Вообще Не Сторонник Простых Ответов На Сложные Вопросы Вот Все Сложно И Тут Можно Искать Что Прежде Физиология И Психическое Состояние Курица Или Яйцо Для Для меня Это Более Сложная История И она В каждом Случае Индивидуальна Могут Замерять Уровень Того И другого Гормонов Крови В этот момент И в разное Время Суток Иметь Какие-то На этот Счет Графики В этот момент Человек При этом Еще что-то Испытывает Как это Померить Какой Шкалой И Найти Просто Причину И как-то Ее Предупредить Сложно Сказать Но сейчас Эта болезнь Она вообще Никак не Измеряется Я имею Ввиду Нет Какого-то Теста Да Ну то есть Мы же знаем Что там Если температура То воспалительный Процесс Если там Измерил Температуру Узнал Если 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 Там Есть Изменения В активности Мозга Которую Можно снимать Там Во время МРТ И прочее Есть Заметные Различия Между Тем Как функционирует Мозг здоровый И мозг Человека Который Находится В депрессивном Состоянии То есть Измеряется Все-таки Катя Все-таки Вы мне не Ответили на вопрос К вам чаще Сами приходят пациенты Или Или Их кто-то Приводит за руку То есть Они сами осознают Что не справляются И нужна помощь Или там Родственники Там Мужья И там Друзья Приводят И говорят Спасите Помогите Сами Ко мне Ко мне Чаще Сами Приходят Но когда У меня Был опыт работы В подростковом отделении В психиатрической больнице Там Конечно Приводили больше И чаще Но это были подростки Хотя Среди них Были те Которые Брали маму За руку Говорили Мама Пошли Мне надо Вот Я знаю Что сейчас В подростковой среде У меня просто Ребенок Подросток Очень много Говорят о депрессии И Совершенно нормально В проброс Сказать Ой там А вот эта девочка Не ходит в школу У нее депрессия То есть Это в принципе Уже принимается Как Ну там Она не ходит в школу У нее ОРВИ Там да Или у нее депрессия Для меня это конечно Немножко шок С одной стороны Потому что Ну как бы Слишком быстро идет время Слишком быстро все меняется вокруг Вот А с другой стороны Это хорошо Что Дети Привыкают К такому Что они Понимают Научаются Это признавать И Уважать Да А не шеймить За это Ну если это Про связь с собой Такой комплекс С внутренним миром Да И если это Как раз Способ Принятым И понятым Что Что вот Социум принимает Что это состояние Непростое Мягко говоря Да Это Замечательно Но Есть же Всякие Ну Подростковые штуки Как Школу прогулять Какие-нибудь Да Конечно И поэтому Как раз В самом начале Сказала про Растиражированность Этого Понятия Термина И То Что Подразумевает И как Понимает С этим все равно Так и остается Пока сложно Мне кажется Это еще Достаточно долго Будет оставаться Сложно Это как С этим Движением Мету Да Ты никогда Точно не знаешь Кто прав Кто не прав Кто виноват Кто не виноват Действительно Человек В тяжелом состоянии Или Или у него просто Плохое настроение Ему не хочется Никого не видеть Да Ты же не влезешь В голову Ну кроме вас Дорогие наши эксперты С нами С нами на линии связи Сегодня были Мария Шумихина Психолог Член управления Международной ассоциации Психоанализа Бизнеса и организаций И Екатерина Киселева Клинический психолог Спасибо вам большое Надеюсь Пусть нас Наших близких Наших знакомых Да и вообще никого На планете Земля Не будет мучить Такая тяжелая болезнь Депрессия Лучше пусть это будет Плохое настроение Тогда ты встанешь Пойдешь Нарядишь елку Купишь подарок Ну или хотя бы Проведешь Замечательным образом Эти выходные Да, Лен Лукьянова? Да, я хочу просто Дополнить Что в самое темное время года Зажигайте побольше огней Игрушек Ёлок Радости Пусть пахнет мандаринами И ведите себя плохо И так мы будем сражаться с депрессией Спасибо, пока